МОСКВЫ На сложном маршруте Крестового перевала добавилась еще одна – санкции Запада против России. Теперь через Грузию в Россию свои товары возит и Турция с Азербайджаном. Это привело к росту транзитного потока в пять раз. И грузинская сторона решила не упустить такой возможности заработать. Тарифы на транзит грузинские власти не меняли более 10 лет. И вот сразу на 75%. Проехать по грузинским дорогам стоит 120 долларов. Плюс 30 долларов в сутки за место парковки, где фуры ждут своей очереди для пересечения границы. Иногда время ожидания достигает 30 дней. А потери перевозчиков из-за простоя могут составлять 600-700 евро в сутки на одну фуру. Почему Грузия не должна зарабатывать? Сейчас во всем мире проблемы. Все дорожает. Мы знаем, что логистические связи стали очень дорогими. И конъюнктура во всем мире повысилась. И мы сейчас следуем по этому пути тоже. Ничего странного и непонятного в этом нет. К тому же по всему миру идет инфляция. Мы понимаем, что этот путь сейчас более интенсифицировался. То есть он стал более интересным. Из-за санкций в отношении России и Белоруссии и заморозки торговых путей через Украину, торговые перевозчики и проложили маршруты через Грузию. Это привело к росту транзитного потока через страну почти в пять раз. К тому же ситуацию усугубило проведение ремонтных работ на российском таможенном пункте Верхний Ларс. Здесь Грузии надо вести себя очень осторожно и не создавать себе проблемы, мне так кажется. Тем более, что темпы экономического развития Грузии ниже и хуже тех, которые ожидались. И наоборот, развитие Армении происходит более высокими темпами. Армения поставляет в Россию фрукты, овощи и другое подовольствие. Не надо быть экономистом, чтобы понять. Повышение транзитных цен привело, естественно, к повышению цен на товар. А раскошеливаться будет, как всегда, покупатель. Например, армянская клубника может стоить до 10 долларов за килограмм. Я думала, здесь что-то дешевле. Ну, 600 рублей за килограмм клубника. Ну, здесь они под себя, конечно, правильно. Я первый раз такую ценную столкнулась. Раз они самолетом возят, ну, куда деваться. Фактически надо как-то продавать. Они не претендерить, кто-то покупает. Ну, рынок сам урегулирует, кто-то купит. Вы сейчас оберете абрикос. Почему именно этот абрикос? Это почем? Потому что мы сами армяне, это абрикос армянский, и все сказано. По 250 рублей абрикос и по 600 рублей абрикос, может быть. Какие предпочитаете? Вот по 600 рублей мы брали 250. А, вы взяли по 250? Да. Потому что они, в принципе, неплохие, да? Да. Еще дороже обходятся продовольственные товары, которые доставляются из Армении самолетами. Самолетами гораздо дороже выходит. Мы самолетами доставляем отборный товар. По цене вот в два раза дороже транспортировка самолета и фура. Товар мы получаем из Армении. Какая ценя? Ну, 500 рублей килограмм. Это армянский назарван. Абрикос. Если ящик открываешь, такой аромат в мире нету. Инжир – это из мегри. 100 тысячи пятьсот. Вот шелковица, тутовка. Тутовка тоже получаем самолетом. Продаем его за 800 килограмм. Самый дорогой товар – это самолетом, потому что всегда свежесть на 100%. На фоне западных санкций против России, Грузия пользуется случаем и зарабатывает на повышении тарифов за транзит. Но поиск новых торговых путей может изменить ситуацию. Пробок станет меньше, но и ездить будут меньше. Вагаршак Асриян, Арман Симонян, РусАрм.Инфо